Специально для подписчиков Underground Art Первая часть. А ты сейчас смотришь вторую. Понимаешь, к чему я веду? Верно. Иначе будет немножко непонятно, о чем пойдет речь. Наглядно показываю судьбу каждого кадама, которых я повесил у себя на районе. Не живет здесь стрит-арт. Хрен его знает. Но отчаиваться не время. Не нужно здесь, пойду в другое место. Да и вообще для меня это не впервой. Всегда так было и так будет. Продолжаем заниматься духом собаки. Уже по классике переводим через проектор изображение на заранее подготовленное картонное полотно. Технический трафарет крайне прост, поэтому все делается на расслабоне. Как таковых деталей здесь нет. Поэтому маркиросами грубо по контуру. Это та граница, по которой пойдет лезвие. Да, именно лезвие. Свою любимую желтенькую Ольфу я проебал. Выкинул нечаянно вместе с грязными пакетами, когда ходил за собачьей головой. Потеря страшная. Я рыдал. Ну и Антоха, соответственно, ассистирует. Можно сказать, соавтор. А вот и виновник торжества. Кто-то говорит, что похож на череп динозавра. Но я-то его с собачьего срисовывал. Как так-то? И в очередной раз лак убивает эффект от иридисцентной краски. Потому что бликует теперь все. Человеческая черная банка закончилась. Приходится опять рисовать жопой. Отстойная угрывистость, подтеки. Вот все, как я люблю. По Шурику загружаюсь всем необходимым, и пора уже выдвигаться. Трафарет под мышку. До точки иду пешком. Шибко далеко не пойду. Отойду к соседнему поселку. Давно заприметил там одно очистное сооружение. С одной очень видной стеночкой. В этот раз буду работать по-светлому. Совсем уже обнаглел. Ну, а что резину тянуть? Тем более у меня есть один козырь в рукаве. Включаем режим антипалива. Неохота зависать здесь надолго, поэтому делаю все оперативно. Сейчас главное не проебаться с пропорциями. Поэтому первым делом цепляем целостную фигуру персонажа. Не особо мощно. Временно. И уже по ней будем правильно позиционировать основной трафарет. Ну, собственно, только он нам и пригодится. Постоянно забываю заранее растрясти банки на подходе. А это время. Хоть народу здесь особо немного, но спалить меня уже успели. В таких случаях не нужно теряться. И продолжать, как будто ничего и не произошло. Осталось только присобачить череп, и дело сделано. Готово. Нормально. А вот была клава пиздатая. Кстати, мы с ребятами из бренд прямо сейчас как раз разыгрываем одну такую. И стикеросов моих в придачу. Вся информация в описании. Там все проще простого. Забрать вообще изи. Бонусом решил заскочить на заброшку. В которой уже лет сто, наверное, не был. Так, чисто пошароебится. Посмотреть новые куски. Можно, кстати, когда мы здесь где-нибудь повесить. Но чё, почему бы и нет. Давайте последний раз показываю, как это делается. И закрываем тему. Так, как это делается. Нормальный варик для стрит-арта. Скоростной. А зайду-ка я в гости к своему логотипчику. Интересно, кстати, как повела себя алюминесцентная аэрозоль за эти полтора года. В апреле восемнадцатого рисовал его, используя монтановский голд. Как я и думал. Выцвело всё подчистую. Обидно. Ладно. Финальный обряд и закругляемся. После каждой вылазки я придаю трафарет огню. За долгие годы уже сформировалась своего рода такая вот традиция. Сейчас обезжириватель как вспыхнет. Вот и всё. Если вам понравился ролик, то поддержите обратной связью. Лайки, дизлайки, хуяйки. Вот это всё. Комментарии я, кстати, все читаю. Не нравится. Так что пишите. А, и про конкурс с балаклавой не забывайте. Давайте. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok